Здравствуйте! Сегодня наша тема касается цен на помидоры. Почему цены такие высокие и с чем это связано? Во-первых, нужно отметить то, что Азербайджан в основном продает свои помидоры России. И Россия поглощает то, что продает Азербайджан. В основном это сельскохозяйственные продукции, в том числе в ряд этих продукций выходят помидоры. Но нужно отметить то, что для того, чтобы продать свои товары за границу, нужно искать и другие альтернативные пути. То есть, те страны, которые в этом нуждаются. Если взять нашу страну, то здесь ситуация такова, что в основном наши сельскохозяйственные продукции продаются именно в России. Почему именно в Россию? Так как Россия удобный рынок для Азербайджана. С Азербайджанами России есть дружественные отношения. Также Россия является союзником Азербайджана. В этом плане продавать сельскохозяйственные продукции в России очень удобно. С первого того, что в России в основном рынке контролируется азербайджанцами. То есть, на какой рынок, если мы пойдем, то увидим, что в основном в этих рынках продавцы азербайджанцы. То есть, продаваемый товар в России покупается именно азербайджанцами и перепродается другим гражданам. То есть, ситуация такова, что нужно это изменить, так как других вариантов нет. И в силу того, что Азербайджан именно продает свои сельскохозяйственные продукции в России, это ограничивает ее путь возможностей в том плане, что если завтра Россия наложит санкции на сельскохозяйственные продукции, Азербайджан должен эти сельскохозяйственные продукции продавать внутри страны. А это не рентабельно, в силу того, что будет дешеветь сельскохозяйственные продукции внутри, а это будет привести фермеров в банкротство. То есть, нужно расширить сферы рынков и продавать не только сельскохозяйственные продукции России, но и другие страны. В этом нужно хорошо анализировать рынок, прогнозирование ввести и найти другие альтернативные рынки. Если взять монополию одной страны, то можно увидеть, что в самом Китае 25% продукции можно продавать в одну страну. То есть, 100% одной продукции невозможно продавать в одну страну, так как в итоге эта страна зависит от той страны, которой продается 100% продукция. Здесь нужно распределить товары, чтобы потом не оказаться в таком ситуации, что у тебя будут развязаны руки, и ты не сможешь ничего с этим поделать. Поэтому, сосредоточиваясь на том, что Азербайджан именно должен продавать свои сельскохозяйственные продукции России, это неэффективно. И это может влиять на внутренний рынок, и в таком случае рынок будет стабилизироваться именно с помощью России. И это приведет к тому, что, я сказал выше, рынок будет меняться, то есть, цены могут быть повышены и могут быть понижены. Другой вариант того, что продукция, то есть, в основном помидоры, почему продаются дорого, это связано и с внутренним контентом. И основное нужно, я как сказал выше, сосредоточиваться на другие рынки. Если, например, фермер не может продавать свой товар в более высокой цене, то он должен именно в маркетинговой сфере есть такой принцип, должен распределять так, чтобы он в конце не попал в ту ситуацию, что может его обогротить. То есть, баланс нужно в этом плане, и баланс должен быть таким, чтобы ты не опокротился. Об этом и других моих интервью вы можете также прочитать в газетах, Каспий, Зеркало, а также на сайтах ОКОАЗ.